Больше всего амброзии произрастает на севере полуострова. Ею заражено 35 тысяч гектаров крымской земли. Однако даже Симферополь страдает от этого сорняка. Все больше людей в Крыму ежегодно продолжают страдать от цветения амброзии. Коммунальщики в свою очередь борются с растением. Крымчанам также советуют уничтожать сорняк и применять профилактические меры. Подверженные влиянию аллергена люди почти два месяца. Именно столько в среднем продолжается цветение, не могут жить без лекарств. Но, оказывается, аллергию можно предупредить. Нужно обращаться к врачу за две недели до предполагаемого обострения, для того, чтобы мы назначили противорецидивное лечение. В течение года пациент не должен употреблять продукты, которые имеют перекрестные антигены с амброзией. Это подсолнечное масло, семечки, халва, дыня, бананы. В крымском поселке Трудовое. Вредитель заполнил целые поля. Даже неоднократное вспахивание не спасает положение. В земле семена амброзии продолжают жить 20 лет. Мы стоим на поле, где вы видите трактор. Это поле уже дискуем, боролись. Тут был у нас горох посеян. Мы гербицидами боролись дважды. Горох опрыскивали. И теперь третий раз дискуем. В правительстве Крыма масштабы бедствия осознают и разработали план мероприятий по борьбе с карантинным растением. Однако чиновники напоминают, что спасение страдающих от амброзии – дело рук самих страдающих. Требование закона, 206-го федерального закона, борьбу с карантинными растениями обязан осуществлять собственник либо пользователь подкарантинного объекта. В службе объяснили, что только вместе жители и власти смогут победить нашествие сорняка и преодолеть рост аллергических заболеваний.